Вообще-то Дмитрий Алексеев любит лепить из глины автомобили, но для выставки приготовил одну из последних работ настоящего ротвиллера. Сделана она из глины. Я ее делал, не знаю, где-то неделю. Ну, так как один день в неделю всего, лепка у меня в четверг. И я делал эту собаку, старался очень. Делал так, чтобы получилось похоже. Я считаю, у меня получилось очень неплохо. Всего около 200 работ. Одни любят рисовать супергероев, другие – персонажи любимых книг. Десятки работ юной художницы Марии – это особенно авторская версия иллюстраций к волшебнику изумрудного города. Люблю там элли рисовать, страшил, дортигел. В детской школе искусств больше 30 особенных воспитанников. Кто-то занимается на дому, кто-то приходит на занятия. В любом случае удовольствие от творчества получают не только дети, но и педагоги. Это всегда настолько открыто и настолько… Вот это, знаете, когда этот ребенок заходит в класс, у него светятся глаза, прям горят. Желанием он… Вот иногда некоторые дети просто не могут говорить. Но настолько большое желание работать. И я иногда даже получается так, что ребенок держит кисточку, а я успеваю просто вертеть лист. Кстати, для некоторых участников выставки творчество стало шагом к будущей профессии. Марк Мазалов собирается стать архитектором. Рисовать здания, существующие и вымышленные – его любимое дело. Я играю в игры. Что я запоминаю всякие такие цветные картинки. Ну, получается, копирую в голову и как бы выявляю на бумаге. Вот желание есть такое, прям нарисовать что-нибудь, ух, такое крутое. Это вот прям вообще. Это Лиманск из игры «Сталкер», «Честое небо». Мне вот сразу, когда я начал играть «Сталкер», мне очень понравился этот город, потому что это такой маленький, компактный город. Палитра вдохновения – первая подобная экспозиция. Педагоги уверены, она станет традиционной. Кроме того, мастерство некоторых участников доказывает – пора устраивать персональные выставки. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».